Алексей Тищенко Его соперник Фрэнки Гевин, Англия Еще один представитель Англии Ну про Алексея Тищенко уже столько Было рассказано, написано во всех изданиях Мы его хорошо знаем по всем турнирам, которые показывает телеканал «Спорт» Отец начал его тренировать и, собственно, и сделал из него боксера 29 мая 1984 года Появился на свет в Омске Алексей Викторович Тищенко И как комета буквально он ворвался в бокс Я уже говорил, что до этого выступал в категории до 57 кг Именно там он стал олимпийским чемпионом Посмотрите, что творит Алексей Ну если не получилось так, так держи тогда по-серьезному, по-мужицки Очень жесткую серию провел он Я вам скажу, что вот этот англичанин Фрэнки Гевин, он не чита, конечно, Джефф Мюрию, которого мы видели в предыдущем поединке Это серьезный боксер, хорошо обученный, физически очень здорово подготовленный Многие сомневались, стоит ли Алексею переходить в эту весовую категорию Потеряет он или нет, потому что там он был абсолютным хозяином и королем ринга Но, видимо, все-таки тяжело с возрастом оставаться в одной и той же весовой категории Гонять вес Вот уже второй год Алексей боксирует в этой весовой категории до 60 кг Многие спрашивают, почему же боксеры сгоняют вес Потому что, во-первых, они растут как мужчины Они тяжелеют кости, а еще они занимаются физкультурой и культуризмом отчасти То есть они отжимаются, подтягиваются, накачивают мышцы Естественно, мышечная масса тоже вырастает И боксер просто становится тяжелее И чтобы сгонять в ту категорию, в которой он раньше был Ему становится очень тяжело Поэтому по час молодые ребята переходят Еще не достигнув того, чтобы согнать там, скажем, 8-10 кг в другую категорию И правильно делают Очень спокойный Алексей Хотя, в общем-то, счет первого раунда такой не очень внушительный Но у него серьезный соперник на самом деле Такой неудобный Ну, Алексей боец, боец Домоза Костеев Настоящий спортсмен Ну, собственно, он родился и вырос в спортивной семье У него и родители оба спортсмены Как я уже говорил, отец его привел в бокс Начал его тренировать Мало того, в свои сравнительно небольшие годы он очень опытный Ну, а сейчас Алексей тренируется у Леонида Киселева, у заслуженного тренера России Как я уже говорил, выиграл все, что можно на любительском ринге Конечно, все мы ждем от него и здесь золотой медали И все надеемся на его победу на Олимпийских играх Ну, посмотрим, посмотрим Все-таки новая, другая весовая категория В ней надо осваиваться Тут немножко не клеится этот раунд у Алексея Выровнял счет его соперник Никак не найдет он именно ту именно манеру, которая поможет ему В которой он себя будет чувствовать, как рыба в воде, в которой ему будет легче Как бы сейчас он именно ломает преграду, никак не найдет тот путь Ну, а Англичане, смотрите, не делает ни шагу назад Да, встречает очень жестко И уже ведет три очка Это большая, в общем-то, неожиданность Сеченко пошел вперед, но пока без результата Да, у него сильный характер И если не быстротой, не тактикой Это просто-напросто с силом и напором своим Опять судьи дали очко англичанину В этой взаимной атаке Никак не найдет дистанцию Алексея А счет обязывает идти вперед Я только хотел сказать, что вот не стоит ему так На пропалу и атаковать Да, попытаться Попытаться дернуть своего соперника Но и счет сейчас уже обязывает его идти вперед Потому что англичанин Понимает, что выигрывает И уже счет становится просто критическим Все правильно Но у Фрэнки Геви на самом деле очень быстро И так смотрим, что же происходит Вот чем вы можете объяснить То ли тем, что действительно рано Алексей Перешел в эту весовую категорию То ли тем, что он уже